Заминок нет, все идет по графику, докладывают главы территории. В этом году из кровавого бюджета южные районы получили 67 миллионов рублей. Что касается Минусинского, то планируется обновить коммуникации в селе Селиванихо, приобрести новое оборудование для котельной в Черемшанке и не только. Огромный объем работ и в самом Минусинске. У нас есть субсидия, которая края, мы будем менять два насоса второго водоподъема. Работы планируются закончить по контракту. Контракт уже заключен 15 ноября. Кроме этого, есть ремонт участка также по субсидии водопроводной сети по улице Алтайская. Ориентировочная стоимость 2 миллиона. Работы также планируется завершить примерно 15 октября. К отопительному сезону в Минусинске готовятся повсеместно. Меняют и приводят в порядок сети канализации. На некоторых участках прокладывают долговечные пластиковые трубы. Управляющие компании в это время промывают системы отопления. Устанавливают окна и двери в подъездах и подвалах, чтобы никуда не прорвался сквозняк. К слову, такие же подготовительные работы идут во всех районах края. Ряд объектов уже закончен ремонтом. И те объекты, которые будут выполняться в сентябре и октябре месяце, они не повлияют на подачу тепла населению. Работа идет. Самое главное – не расслабляться. Осталось не так много времени до начала осенне-зимнего периода. Остался всего месяц. Поэтому очень важно на завершающем этапе не снизить темп подготовки и быть готовым к зиме. Сейчас нет никаких сомнений в том, что жители Юга-Края, как и всех остальных районов, встретят холода с теплыми батареями. Но жители просят не забывать о своевременной оплате за услуги ЖКХ. Ведь от этого зависит качество и скорость оперативных ремонтов. Екатерина Павленко, Алексей Фролов. Енисей. Новости.